друзья приветствую вас утренний обзор давайте рассмотрим текущую ситуацию какие события происходят и что нам ждать сегодня в течение дня куда подует ветер и куда направить свои паруса давайте пробежимся по новостям вот такая интересная статья на блумберге о том что человек иностранный ученый женщина вирусолог восходящая звезда вирус вирусологи которая работала в уханьской лаборатории накануне как раз всех этих событий с коронавирусной эпидемии она проанализировал все данные считает что скорее всего этот вирус возник в силу естественных причин никто его специально не запускал не делал там чипы не вживлял и так далее я всецело согласен с этой позиции я считаю что с учетом специфики местонахождение и условий в китайских джунглях так называемых на юго-востоке китая такой вирус вполне мог образоваться самостоятельно на то что он так распространился это произошло я полагаю в силу рокового стечения обстоятельств так что касается китая в китае продолжает кипеть страсти по поводу группы хуарок сейчас китайское правительство привлекает сети групп для проведения аудита и попытки вытащить компанию хуарок из текущей ситуации очень непростой хуарок это крупнейший китайский полу государственный фонд глава хуарок какое-то время назад за коррупцию нарушение был казнен вот но сейчас если смотреть на месячный таймфрейм то здесь намечается тенденция к восстановлению котировок компании и соответственно это было бы хорошо но очень много проблем плохих долгов и поэтому для меня пока сундаментальной точки зрения непонятно как эта компания будет отскакивать и расти с целью движения вот сюда вот на 2 целый 85 там еще есть другой герой ивергрант здесь тоже было снижение но это снижение непонятно пока закончена не закончена китайская экономика несет себе массу проблем подводных камней которые связаны с теневым кредитованием с просроченным кредитованием а также с недвижимостью которая скажем так последнее время слишком активно строится и не всегда в тех местах и в том объеме где это востребовано так not bloomberg критикует россию по поводу текущей политики введения пошин монетарной политики центробанка о том что по мнению экономистов bloomberg она не очень удачно и может привести к неблагоприятному исходу так далее на ближнем востоке опять начинают кипеть страсти байден отдает приказы по бомбардировке позиции боевиков сирийских иран отказывается пускать службы для контроля что у него там происходит на ядерных объектов так что сделка с рано может оказаться подвешенной или вообще не состоятся но на самом деле там есть определенный колорит внутренний и окружающие страны они очень скептически относятся к рану в силу того как они порой поступают поэтому здесь ситуация с ядерной сделкой она в любой момент может остановиться либо рухнуть так друзья давайте посмотрим календарик событий но мы сегодня ничего такого существенного пока не предполагается там возможно поступление каких-то внезапных новостей с ближнего востока ситуация там начала очень динамично развиваться американские банкиры выступают с тем что на самом деле может быть не все так плохо и рост будет продолжаться мы улетим в космос но в космос мы конечно наверное еще улетим проблема заключается в том что все краше они возникают внезапно и как раз вот эти разговоры о том что рост не остановится он будет вечный они начинаются тогда когда уже дело подходит концу и те кто зарабатывал на этом росте серьезно они уже пересчитывают денежки думают как лучше выйти так друзья давайте перейдем к графикам китайский фондовый индекс сайт 300 он сегодня прямо так бодренько с гэпом открылся ну и на текущий момент здесь вот это нисходящее движение который вот-вот уже набирала обороты она была сломана ждем на этой неделе закрепление в районе 5330 5350 если на этой неделе такое закрепление произойдет то в течение июля несмотря на летний сезон мы увидим движение вот сюда вот на 5750 пока динамика вот этого движения под вопросом тут самое главное закрепиться в районе 5330 если на этой неделе в течение следующей такого закрепления не произойдет то наиболее вероятно китайский рынок заляжет в дрейв и вернется в район 5000 5050 так друзья далее индекс доллара индекс доллара собирается силами это дневной таймфрейм уровень 91 и 5 никак не дает ему пробиться и вернуться вот сюда вот в эти значения в районе 90 где более комфортно будет для мирового риск он ну и соответственно позволит укрепиться евро на текущий момент вот это движение сейчас она маловероятно здесь скорее всего будет проторговка еще какое-то время и отсюда разовьется движение наверх цель движения 93 ну совсем немножко в том случае если будет пробой вот этого диапазона 91 и 5 91 36 вот здесь вот диапазончик то в этой ситуации действительно весь этот рост доллара против мировых валют он сойдет на нет и после сломы здесь продолжится проседание на текущий момент такой сценарий возможен он менее вероятен здесь либо консолидации либо сразу пойдет рост на 93 так друзья далее викс но викс болтается в районе минимумов на прошлой неделе 15 здесь ключевой момент это пробитие 13 с половиной вот сейчас это новый уровень некий если он пробивается то викс уходит на 11 на 10 с половиной и тогда действительно на фоне летней жары никакого краша ничего страшного не будет снижение викса будет указывать на то что рынке продолжит рост и сколько они будут расти еще неизвестно так друзья далее с mp500 и сергей на фьючерс но здесь сегодня уже с утра начались рекорда текущие заявления о пересмотре о том что может быть рост будет продолжаться неизвестно сколько они в общем то вполне подкрепляются этим движением почему это происходит ну наверное вы догадываетесь причина тому инфляция которая толкает цены наверх но есть здесь определенные равновесия которые когда нарушится вот это все движение она прекратится и будет сильнейший коррекционный откат но на текущий момент пока нету окончательного решения вопроса с восстановления точнее с отсутствием восстановления продолжения рынка труда ситуация находится в подвешенном состоянии и либо болтание на хаях либо попытка дальнейшего уже такого нервного судорожного роста так друзья далее bitcoin тоже дневной график здесь идет консолидация вот в этом диапазоне но вот вышли выше уровня 33 тысячи 750 это позитив там терке у финанса с властями англии возникли но я думаю там договорятся все это дело урегулируется и здесь с моей точки зрения среднесрочная позиция очень простая нету пробоя 28500 здесь будет набор позиций и попытка отскочить деньги огромное количество денег продолжает поступать их нужно куда-то девать стерилизовать криптовалюта в этом плане идеальное средство так друзья дали нефть бренд дневной таймфрейм но здесь все отлично уже идут заявки о том что бренд будет выше 100 здесь насчет выше 100 я пока бы так не горячился 94 может быть насчет выше 100 пока непонятно дело в том что что это некий роковой рубеж переход через который он вызовет массу процессов которые пока не до конца понятно как повлияет на стоимость нефти здесь сейчас на текущий момент что движет ценами на нефть ну понятное дело то что спрос больше предложения здесь не надо поддаваться этому бреду которому несут про спекулянтов которые нефть двигают это двигает это на самом деле сказки из серии недобросовестных чиновников которые проворонили движение экономики кризис который развился вот от финансов и поэтому здесь на самом деле все упирается в соотношении спроса и предложения если спрос растет и он больше предложения то цена всегда растет спекулянты фьючерсы и так далее не выступает всего лишь как катализатор который двигают цену в ту сторону куда есть равновесие сил смещенные направляется и поэтому спрос на нефть превышает предложение цены растут вот и все никаких там волшебных спекулянтов которые нефть вентиль их нет и в помине они всего лишь как увеличительное стекло которое позволяет рассмотреть что там на самом деле происходит внутри так вот что же здесь двигает ну во первых то что сланцевая отрасль оказалась выбита в соединенных штатах во вторых вот после того как мир начинает восстанавливаться после к вида люди стремятся использовать персональные средства передвижения поэтому покупается больше автомобилей больше велосипедов и так далее но на велосипеде особо далеко не уедешь поэтому для перемещения используют автомобили в большем объеме не только соединенных штатах у кого был один автомобиль те купили второй семью у кого не было купили 1 и на фоне соответственно нехватки чипов мы наблюдаем рост цен на автомобиле в том числе и на поддержанной ну и нефть она здесь выступает в общем-то дополнительным звеном поскольку автомобилей больше люди активно ездят меньше пользуются общественным транспортом автомобили расходует больше топлива нежели автобус или метро в пересчете на одного пассажира и соответственно мы вот это движение наблюдаем поскольку мы закрепили 75 и 6 отсюда велика вероятность моей точки зрения движения на 94 если возвращаться к данным по 100 сфтс и который в субботу выпустил там как раз по нефти стройная картина получается что на этой неделе ожидается продолжение роста цен на нефть так мы вот переходя к часовику здесь у нас картина следующая была попытка коррекционного отката она захлебнулась соответственно если не будет повторного отката с пробоем 75 и 5 то у нас отсюда продолжается движение и цель этого движения тестирование пробой 76 5 и уход на 76 977 вот сюда вот в эту область если здесь возникает пробой то у нас следующая поддержка находится в районе 74 и 2 вполне как бы может быть резкое движение на 74 и 2 но здесь ничего такого страшного нет но откатиться и откатиться пока 74 74 2 не пробита все эти движения будут в оккупации будут не милосердно гнатью наверх так друзья далее золото так давайте я в начале часа их поставил сейчас девочку ну по золоту сейчас идет попытка 1782 пробить и здесь закрепиться с чем это связано вроде фрс там напугало если все хорошо то и золото особо не нужно зачем золото здесь смотрите фрс напугало но денежки это как шли так и идут но имеется в виду увеличение денежной массы денежных инструментов виде различных видов то есть не значит что там бумажки разносит или насчет начислять нет но различные инструменты они увеличивают общий объем соответственно такая ситуация она очень кстати для того чтобы надуть и рынок акций и золото и криптовалюту потому что куда-то все это дело надо загонять надо утилизировать деньги которые напечатаны вот поэтому сегодня здесь будет битва за 1782 как видите уровень 1771 и тем более 1861 они устояли 1861 даже и не тестили 1760 прошли 1761 1762 оговорился на 1800 но возможность на этой неделе будет и 1800 и так поскольку этот диапазон был удержан это позитивный момент и соответственно сегодня завтра будет попытка закрепиться вот здесь вот 1794 1782 и как только здесь будет закрепление следующая цель движения находится на 1814 так ну вот часа вик здесь пошло движение вопрос в закреплении в районе уровня 1782 если мы ближайшие часы в этом диапазон чеки закрепляемся у нас идет дальнейший импульс цель которого по тестить 1800 так друзья давайте еще на секундочку от природный газ здесь очень важный момент закрепления выше уровня 3,3 если на этой неделе мы удержим уровень 3,3 то движение рост по газу разовьется и в июле и в августе с высокой степенью вероятности если вот это движение по газу происходит это соответственно очень существенная поддержка помощь для газпрома и для нового т.к. но здесь наверно в наибольшей степени газпром интересен потому что он максимум 2008 года нет не переписал его будут упорно толкать на переписывание этого максимума опять же если не разразиться кризис и не произойдет какая-то жесть жесточайшая так друзья далее доллара евро юсд евро юсд соответственно сейчас идет попытка пробой диапазона на целое девятьсот четырнадцать одна целая восемнадцать девяносто девять вот этого диапазон чека если этот диапазон пробиваем то цель движения будет в районе 1 целый 1790 если вот этот диапазон на сегодня будет удержим у нас отсюда пойдет отскок цель этого отскока будет здесь на самом деле движение вот сюда вот на 1 целый две десятых судя по дневкам индекса доллара наверное все-таки такое движение сейчас евро долларе она маловероятно здесь либо консолидации в этом диапазоне либо попытка пробить этот уровень и все-таки сходить на одну целую 1790 так друзья далее рубль-доллар юсд там уру здесь у нас видите идет борьба за вот этот уровень 72 12 несмотря на высокую нефть ему пробить и укрепиться не дают здесь активная покупка валюты судя по всему происходит и на этой неделе очень существенный момент будет произойдет не произойдет пробить и вот этого диапазона 71 и 972 12 если произойдет тогда в ближайшее время начнется значительное укрепление рубля против доллара если не произойдет тот у нас этот торговый диапазон в котором все страсти мордасти будут происходить так но и часовик по часовику у нас сейчас идет попытка отскока цель движения 72 и 372 35 вот сюда он сейчас должен прийти если здесь будет пробой то следующий цикл движения в район 72 45 72 и 5 при такой нефти конечно укрепление доллара кажется маловероятным и действительно если на 15 минутку переходить здесь случае возникновения коррекционного отката движения вниз и пробой 72 15 72 12 вот этого диапазона у нас отсюда пойдет импульс движения цель которого как раз будет тестирование 71 и 9 пока пробой этого диапазона нету соответственно движение на укрепление рубля такое не разовьется здесь у нас более вероятно в текущей ситуации это либо боковик либо все-таки отсюда попытка сходить по тесте 72 45 конечно при такой нефти для рубля вполне естественно укрепиться пробить этот диапазон и начать движение на 70 с половиной но кто-то здесь активно валюту скупает и укрепляться ему во всяком случае пока на текущий момент не дают так друзья далее давайте акции сбербанк но по сберу у нас вот этот уровень 309 и 5 его неоднократно пробивали но развитие это не получилось сразу выкупались эти пробития на текущий момент здесь сформирован импульс движения цель этого импульса триста пятнадцать с половиной соответственно вот это движение наверх она не состоится если будет пробой 309 380 половины немножко уровень съехал совсем чуть-чуть так друзья далее газпром но здесь видите ситуация она на руку газпром несмотря на то что идет мусирование различных геополитических моментов здесь с одной стороны идут четкие попытки прошу прощения покупки его сразу как только он немножко откатывается на 270 выкупает и цена на газ растет все движение которое здесь наметилось она на переписывание исторического максимума самое ближайшее время здесь соответственно в текущих реалиях и если рассматривать сегодня завтра и происходит откат с пробоем 275 то в этой ситуации мы уходим искать поддержку в районе 269 270 на самом деле ключевой уровень здесь 270 вот это все что происходило ниже это были ложные пробои которые активно выкупали соответственно на текущий день 275 если не пробивается погонят его отсюда переписывать 280 с половиной ну или по крайней мере тестировать и вот если пробоя не будет если сразу начнут падать объем это откатит его пока назад консолидироваться в районе 276 но на текущий момент я думаю наиболее вероятное движение это в районе 280 половиной на сегодня так друзья далее гмк ну смотрите металлурги оказались заложниками этой непростой ситуации с одной стороны с другой стороны у гмк там еще свои есть заморочки в огромном количестве вот но на прошедшей неделе несмотря на весь этот ужас ужас который произошел здесь промежуточный уровень 23 8 он устоял он пробит не был поэтому сегодня здесь если будет продолжаться закрепление выше уровня 24400 то это даст шанс сегодня либо завтра на отскок и попытка закрепиться на 25200 если все-таки мы сейчас пойдем пробивать 24 тысячи сто пятьдесят то тогда он на эту неделю перемещается вот в этот диапазон и возможно даже пойдет дальше друзья в общем то все основные акции основные активы спасибо за внимание удачных торгов